всем привет и мы решим тактику сложно так как белых да мы без качества 2598 четыре десятых так что возможно мы преодолеем барьер 2600 у нас в топе там показали или нет да уже надоело все это нет не показали мы же после тех двух ничего не решали у меня идея ферсии 5 и его деда 1 да у меня тоже самая идея как мы понимаем друг друга с полуслова однако да начнем с того что белые конечно могут дать вечный шаг всегда ферзь и 5 там король g8 ферзь и 8 или ферзь b8 на ферзь и 5 опять и будет ничья но шаг по 8 на мой взгляд бесполезен абсолютно то есть второй раз а сейчас мы у ферзь по 2 бою кроме хода ферзь и 5 ничего разумного здесь нету белых то есть если любой другой ход у чертона сферза 2 бьют и они раньше успевают так что я уверен что ферзь и 5 кража 8 ходы правильные а вот второй ход не так очевидно с ладья d1 выглядит разумно но не факт может быть что то другое есть не но наш ладья то напрямую не заезжает ферзь на а5 я думаю да но у человека настолько плохо стоят фигуры что может быть мы можем позволить себе медленную такую игру не исключено не исключено с другой стороны больше ничего не видно но в любом случае нужно ладью на д ставится потому что мы все таки открытая линия не факт не факт а в другом какой-то слон е6 пройдет слон е6 и между фе ну да фе ферзь е6 короче же 7 и там какой-нибудь ферзь е7 ну а так черные же не обязаны бить не обязаны но мы на праве ходом слон е6 на ладью на c4 ну и отошли они куда-нибудь например на а4 ну а нет не на 4 конечно просто на c7 отошли вот c7 да это прям может быть тогда ладья 3 1 сильнее а вот уже в этот момент когда на c7 ну ладно ладья перекрыл вот пункт d1 и тогда мы можем на d1 нашу закинуть да ну я в это 100 долгле и вообще хустом е6 мне нравится что если человек просто побьют ну вечный шаг там будет ну вечный шаг понятно уже нужна победа ферзь е6 король в 8 нет там ничего ну давай ферзь е5 король g8 слон е6 фе ферзь е6 король в 8 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 да можем против айде1 и может быть у нас же придется сбросить зая ой айде1 битый поле нет. мы ферзя сначала на е6 поставим потом ну даже в этом случае что мне не верится он ферзя сбросит а тире1 бросить, у нас ферзь очень активный. И ферзь и две пешки за две ладьи. Это может оказаться достаточно выигранным. Час темпа нужны две пешки? Нет, там довольно большой крест. Понимаю, что ферзь e5, ладья d1 выглядит тоже очень странно. С другой стороны, ферзь e5, короче, 8, ладья d1. У черных же есть ход ферзь c7 вроде как. Это только вроде. Да, а почему нет? Ферзь e5, короче, 8, ладья d1. Ну. Ферзь c7. Зачем? Как зачем? Ну так ничего же не грозит. Да, в смысле ничего не грозит. Какая угроза у белых? Твоя идея была первая, так же, как и моя. Ферзь e5, короче, 8, ладья d1. Нет, я понял, я предложил, но угрозы белые не создали никаких. Не создали, но идея была в том, что черт, так плохо стоят фигуры, проще, белые могут просто создать такую полуугрозу ладья d7, и этого хватит для победы. Потому что после того, что ладья на d7 пойдет, уже будет грозить ферзь e8 с матом. И слон ешей с матом, но там уже все плохо. Но кажется, после ладья d1 есть ход ферзь c7. Стоп, а вы тогда не закидываем? Куда? Кого? На d7. Так у нас ферзь под боем, потому что. Ферзь e5, коржи 8, ладья d1, ферзь c7. Если мы даем шарский 8, там, коржи 7, и у нас нету пробуждений. Да, ферзь c7 ход неприятный в плане нашей... Печально. А, да, да, да. Печально. Хотя, стоп. Ферзь e5, коржи 8, ладья d1, ферзь c7, и ферзь... А, ферзь f6, ферзь f4. К сожалению. Ферзь e6... Ферзь f6, с угрозой ладья d8, мат. Да, мне мат, ферзь f4. Шок. Он меняет ферзей. И что? Король b1, ферзь bf6, gf, и мы напали на мат. Он не может вернуться ладьёю на c8, потому что мы держим по c8. Но он играет король f6. А, нет, король f8. К сожалению, он, видимо, играет h5. И освобождает поле h7 для своего короля. Вообще, эту идею надо иметь в виду, что в некоторых вариантах даже после размена он не держит позицию. В некоторых вариантах. Да, тут никуда не нападёшь на прямую. К сожалению. Ну, хорошо. Значит, пока ладья d1 отметаем, потом ещё вернёмся. Ферзь e5, коржи 8, слон e6, смотрим в другую линию. Может быть, ферзь c7 тоже? Эта идея работает. Может быть. Ну, это было бы нежелательно. Как-нибудь тогда выиграть. С дружным даст, на ферзь c7 и что-то проблема. Потому что те же самые идеи. То есть, ферзь на f7 защитил, у нас напал на белого ферзя. Ладья ещё на h1 стоит плохо. Ферзь ладья bc2 грозит. Да, вообще, это совсем не то, по-моему. Что же делать? Ферзь e5, коржи 8. Ну, тут какое-то должно быть решающее продолжение атаки. А его не очень видно. Ну, давай сходим ферзь e5, там дальше будет лучше видно. Ну, это немножко неправильно. Надо же попытаться найти, хотя бы подобное решение с самого начала. Ну, ферзь e5 это очевидно, первый ход. Да, но дело не в этом. Дело в том, что мы должны развивать собственный счёт вариантов. И счёты и счёты вариантов у зрителей, которые смотрят и пытаются решить эту позицию. Мне тяжело. Да, нам тоже. Ферзь e5, коржи 8. Какие ещё могут варианты? Б3 дает нам штук. Нет. Почему? Наверное, из-за того же универсального хода ферзь e7, кстати. Может быть. И он наполнялся, разумно разумом. Мы, Владимир, не можем, а сферзи e8, то коржи 7 на 15-м, а сферзь подбором. Отладешиваясь. Да, тут и ферзь e7 портит нам картинку во всех вариантах. Причём основательно. Может быть, сферзь. Нет, кто же не за. Я бы, наверное, не раздумываю, просто аж 4, аж 5 в блиц накатил. Пока у тебя ферзь висит. Ну, сыграл бы сначала ферзь e5. На король g8, аж 4. Ну, да, но медленно слишком. То есть там ферзь c7 опять же. Ну, может быть. Нет, ну это... Это... Стратегически это единственная вообще идея у белых тут в этой позиции. Если не брать, это тактические заезды. Если они не проходят, то единственная идея аж 4, аж 5, но у нас слишком медленно. И это не тактика. То есть это не может работать. На честном. Да, и вообще не может работать, если честно. Похоронил надежду. Последний. Да. Слон вот должен куда-то подключиться. Не зря же он там стоит. Он же вот даже по идее вот в нашем варианте с ладедой 1 он ничего не делал. Да ты прав, но... Ферзь e5, короче, g8. Слон e6. Куда еще более естественное подключение. И ферзь c7 все ломает. Все позиции. Да, и что делать? Есть идея? Стоп, Никита, может быть... Блин, хотел продолжить ферзь a7 с идеей. Слон e6. Ферзь a7? Оригинально. А есть ферзь c7 все равно. Ну да, 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 все упоряется. Слон e7, оно ключевое. Каминную стену все упоряется. Ферзь e5. А короче, g8. Ладья d1. Ферзь c7. Какая-то доминация, что ли? Знаешь, там еще... Правда, то, что на c2, потому что как зависло, неудобно. Да, и на b1 нельзя отходить, потому что... Или можно. Может быть, просто скинуть? Ну, возьмет он, владею. Надо как-то правильно скинуть. Помимо пешки, у нас еще ферзь висит. Я пытаюсь оформить скидку. Скидку как-то. Ферзь f6. Ферзь f4, шах. Король b1. Ферзь бьет f6. gf, gf, h5. H5 и ничего нет. К сожалению... Да. То есть даже после слона е6, он даже может взять... Ладья d8, король f7. Мы забираем ладьон, забирает пешку. Материал опор, но наша позиция даже хуже, наверное. Тяжелый случай. Да ладно, мы решаем только 10 минут, цена и мань. А идей нет. И компьютер ругается. Ну, как мне кажется, сегодня у меня не очень слышно, как он другается. Я думаю, что нашим зрителям тоже будет более-менее. Отлично. А нигде не проходит на жалко, да. Да, вообще даже не видно, Никит. Надо как-то логи подключать. Я пытаюсь b4, что-то ставьте. Ну ладно, b4 это не очень серьезно, понятное дело. Во всех вариантах ферстный т7 встает. И все плохо. И все заканчивается плохо. Да. Может быть... Нет, не может быть. Хотел приложить... Хотел приложить вариант... Какой? С этим же входом, ферзь а7. Ферзь а7, ферзь а7. Ну да, да, все туда упирается. Мне показалось, что мы можем отъезд где-то здесь. Ну да, у нас даже, наверное, не так плохо, но это же не выигрыш. Здесь какой-то есть прямой выигрыш в какой-то геометрии, который мы пока не видим. Надо попытаться найти все-таки ее. Такой сейчас вариант считаешь? Я пытаюсь заставить включение b3 в какой-то позиции работать. Это даже вариантом не назовешь. Ну а что нам дают от b3? Ну, если он убирает с линии c, у него не будет ферзь c7. А если страдает ли он на линии c, у него не так много полей. То есть c6 единственное поле. Ну смотри, на b3 какой-то ферзь ахрен. Да, но ферзь а3 может быть не так сильно, потому что просто король b1. И по сути чего он добился? Ну он стал ферзем на есене. В общем, баян, так на f8 это ферзь а3 неочевидно. Такая геометрия. Печаль. Б3 мне кажется, они туда мне не нравится. Да, наверное, но что-то, что-то, что-то должно быть туда. Ферзь c5, король g8. Следующего ухода вообще не видно. Но он есть. Стоп, а может быть... А может быть... Стоп, а вот как идея насчет слона d7? Ферзь c7. Вот уже видишь, мы отрезали. Мы не подпускаем пункта f7. И вообще я рассчитывал на ферзь c7, допустим, дать какой-то шаг с e1, то есть e8, нет? Ну, король g7. И вот в этом варианте включить ладью. То есть, ну, он фиг забьет. А, да-да-да. Нам много темпов не хватает. Мы ничего-то принципиального важного здесь не будем. Это слона как-то включать. И на e6, это, по-моему, не то, чего хотелось бы добиться белым. Тот вариант, в котором вот этот размен ферзей, а чёрный h5 играет, он максимально близок к чему-то хорошему. Ну, король h7 и всё. О, смотри, пол идеи появилось. Интересно тебе? Смотри, пол идеи появилось. Ферзь e5. Ну. Король g8. Ладья e1. Так. Ход выглядит крайне странно, но ферзь c7 уже не работает. Почему? Потому что на ферзь c7, ферзь f6, ферзь f4, король b1, ферзь f6, ладья e8 шаг. Король g7 и gf шаг. То есть мы смогли ладью на e8 промежутки завести, а d8 поле было бито. И gf шаг, король f6, мы взяли ладью в конце. У нас лишняя фигура. Беда в том, что после ферзь e5, король g8, ладья e1, у него может быть много других ходов есть. Например? Кроме ферзь c7. Но это уже что-то, это хоть какой-то прогресс. Например? Не знаю. Кстати, может быть, не так уж и много. Давай еще раз отметим эту идею. Да, мы играем ферзь e5, король g8. И вот нам надо включить ладью в игру, но все портит идея ферзь c7. Поэтому нашелся вот этот ход ладья e1. Ладья e1? То есть, по сути, мы ничем не угрожаем, но мы нейтрализуем идею ферзь c7. Да. Потому что после ферзь c7 мы играем ферзь f6, он дает этот шаг, размен ферзей. Ну, иначе там нет ходов, ладья на e8 заходит. Ход ладья c2 ничего не дает, если король b1. По-прежнему ладья на e8 заходит. Поэтому он должен давать шаг. Мы убираем короля на b1. Он бьет ферзя, опять же, ничего лучше нет. Мы даем шаг с e8, король g7, мы бьем ферзя, он бьет пешку. Мы бьем ладью в конце. Ладья дает сайта. И раз лишний слот. Но он же не обязан играть ферзь c7. Да, не обязан. Но это лучше показать, что отдаленное напоминающее решение. Давай подумаем, как он может защищаться после ферзи 5, король g8, ладья e1, если не ферзь c7. Ну, какие конкретно угрозы мы поставили? Я же уже сказал, что никаких. Нет, не имею в виду, вот взяли. Вообще мы поставили угрозы, мы хотим пройти слон e6. И с ладьей в вариантах она уже заматует во всех вариантах. То есть он не может слон e6 допустить. Но это все выглядит очень медленно, я согласен. Но, тем не менее. Ну, он пошел в ферзь b6. А если он пошел в ферзь b6, мы пошли в ферзь f6. Опять. Все свестись к тому же варианту. То есть он может попытаться ферзем прикрыть восьмую линию, но это все несерьезно. Там ладья e7 просто пошли. И он такую-такую активность уже выдержать невозможно. Ферзь f8, там ладья слон e6, все, мат. То есть... В целом у него тоже есть определенные проблемы. Если он даст нам сделать 2-3 хода подряд, без... Ну, никак не покусав белых в это время, то он проиграет. Ферзь e5, крой g8, ладья e1. Черный тоже надо что-то находить. То есть, поэтому все вот эти жертвы у ладья g4. Ладья g4 возможно, но fg... И у белых всего лишь одна лишняя пешка. Но не исключено, что белые, несмотря на это, просто заматуют. Потому что у них фигура слишком активна, ладья аж 8 в дне игры. То есть... После ферзь e5, крой g8, ладья e1, мне кажется, надо ферзь a2 посмотреть более пристально. Мы там еще от вечных шахов будем убегать. Да. Ферзь e5, крой g8, ладья e1, ферзь a2. Нам не дают так быстро. Вроде кажется, что под слон e6 наоборот, да? Там, может быть, и под слон e6, но я думал, может быть, ферзь f6 просто. Смотри, он... Ну, теперь ему уже серьезно напали на мат. У него же практически нет ходов. Надо играть ферзь a1, шах, правильно? Король сюда. Король d2. Ферзь a5, шах. c3, шах и кончились. Мы даем мат на e8. Загадочно. Чересчур. Ну, какие у него еще будут идеи? Ферзь e5, крой g8, ладья e1, h5. Предположим, такой ход. Сразу пытается какую-то форточку себе сделать. Но мы играем ферзь f6. А, мы не играем. Вот это интересный ответ. Мы же ферзь f6 не грозим. Пока ферзь на a5, мы ферзь f6 не грозим. Потому что мы получаем мат на e1. Ладья защищена только ферзем. То есть ферзь e5, крой g1, ладья защищена только ферзем. И он может пойти h5. То есть мы не создаем угрозы f6. Вообще, очень смешно, потому что единственная гроза, которую мы создаем, это слон e6, по сути. И это выглядит крайне хлипкая, если честно, вся эта инструкция. Один раз дунешь, и она вся развалится. Кажется, что вот-вот и все закончится. Не, ну кажется, что все закончится от обелок, а уж не все фигуры повисаны. Не знаю. Все, снижая, кружу, снижая, и мы это очень глупо, мы не создаем ни одной угрозы. Просто мы все остальные, когда ферзь и все ломают картину. Не вижу ни одной конструктивной идеи, кроме той, которую ты предложил. Да, ну... Давай, предположим, ферзи-5, хрж-8, ладья е1, и черные пропустили ход. Что, неужели вот эта вот хлипкая слон e6 выигрывает? Ну, это можно, что мне это совсем не верится. Может быть, конечно. Да, ну да, если совсем ход пропустили, то слон e6 выигрывает, не поспоришь. Предположим, черные защитились в этой горы, пошли ладья c6, что ты тогда делаешь? Ладья c6. Ладья c6. Что делать? Ладья c6. Что делать? Ладья c6. Ладья c6. Может быть, тебе f5, а это медленно? Это... Не знаю, медленно или нет, но я не вижу, в чем идея этого хода. Ну, хотим поставить... Вот если мы сюда поставим пешку, партия закончится. Да, но это... В это мне не знаю, почему-то вообще не верю в это. Слишком... Это слишком... Слишком красиво. Ну... Может, мы... Может, другая идея? Смотри, единственное, почему мы до сих пор не даем мат в этих вариантах, это... Тот факт, что... У нас ладья бесит. Правильно? Ну... Может быть, мы можем... Пойти там как-то... С3. Просто ладью перекрыть сферу действия ферзя. То есть, первый ход c3? Нет, ферзи e5, короче, 8, ладья e1, ладья c6, c3. Первый ход c3, этот хорошо сейчас вынул. Ладья b8, это да. Надо играть. Нет, ферзи e5, короче, 8, ладья e1, ладья c6, c3. А, и, типа, он... Нет. Все эти медленные ходы, которые мы обсуждали, не проходят. Потому что после ладья c6 он создает игру на ферзи e7. И у нас уже нет вот этого хода ферзи e6, который нас выручал. То есть, после ладья c6, если что-то есть, то надо что-то делать сразу. Непонятно только что. Неприятная игра одна. Вообще неприятная задача. Вообще неприятная задача. Ладья e1, ладья c6. Самое неприятное знаю, что у меня нет никакой разницы, что эти первые два хода правильные. Нет, вот это... Ну, однозначно ферзи e6. Хорошо, что у меня нет разницы второго ход правильного, скажем так. Ладья e1, а больше нет идей. Да, на обдух мы что-то не видим. Потому что... Настолько выиграет легковесные, вообще, ну, несерьезная эта конструкция. То есть, мы пошли ладей e1, у нас не хватает качества, и мы не создаем ни одной угрозы вообще. Ну, реальный какой-то угрозы, такой мощный. То есть, мы создаем какую-то полу-угрозу слон e6, и то, даже когда мы пошли слон e6, он может пойти ладья c7, у нас по-прежнему ничего нет. То есть, это все очень странно, конечно. Не верится в это, если честно. Ники, давай уже ходить. Так, ходить-то некуда. Ну, ферзи e5, первый ход сделаем. Дальше. Дальше будет проще. Ну, он может быть неправильный. Ну, он сто баллов правильный. Ну, ладно, это похоже на право. Играем ферзи e5? Ну, конечно. И что? Стало проще? Да, это не очень. Я предлагаю ничью. Вечный шаг. Нет. Никаких ничьих. Да нет, какая ничья? Даже после ладья е1 белые на победу играют, просто это не выигрыш, наверное. Что же делать? А почему нельзя было на f8 вот этим? Ладью забрали. Ну, ладно, вот позиция на доске. Опять ходы кандидаты какие. Лдя d1. Да, мы же отсеяли это. Мы ничего не отсеяли, мы можем сказать, что все ходы отсеяли, а так быть не может. Поэтому придутся по второму округу себя просматривать. Еще 20 минут, да? Да. Ладья е1, второй. Ну, h4, предположим, третий, где мы его быстро отсеем, я думаю. b3, четвертый. слон е6, пятый. Ну, сейчас слон е6 же ничего не дает. Ну, опять же, надо смотреть. Слон е6, fe, наверное, очень опасно ему играть. То есть слон е6 мы отказались из-за ферзи c7. Ну. Ну, мы правильно сделали, что мы отказались, там ничего нет. Да, там абсолютно точно ничего нет. Слон е6 не работает, можно к нему не возвращаться. Все. h4. Нет, давай даже не будем это смотреть. Да, h4, конечно, вызывает недоумение после ферзи c7, опять же. Да, h4, ферзи c7. Мы куда-то увидели ферзи, он пошел король g7 и распутал ладью. Когда ладья вышла, у нас никакой таки нет. Не получается. Хорошо. b3 мы оставили напоследок, не знаю почему, но не верится. Вот ладья d1, ладья e1. Ладья d1, ферзь c7. Вот может быть мы после ладья d1 ферзь c7 мы что-то не видим. Ладья d1 выглядит как самый естественный ход. Ладья d7. Ладья d7 взяли ферзя. Угу. Да, какое-нибудь хотя бы полу, полу удачное полу для отступления. Ферзи f6, ферзь f4. Да, король b1. И вот он берет ферзя, а у нас нет этого ладья e8 куда-то. Ладья d8 подбоя, а ладья e8 по кодексу невозможно. Ладья d1, ферзь c7. Ну что еще может быть? Ладья d1, ферзь c7 я имею в виду. Без ничего не вижу. Ферзь... 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 Ферзь ладья d1, ферзь c7, то ладья d6. Ладья d2, нет, не то. Ладья d6, нет, не то. Ладья d6, нет, не то. Надо все-таки перепроверить. Король d1. Ладья c1. Король e2. Ферзь c4. Да, ну это чушь. Ладья d3, ладья d1, две фигуры. Один ферзь не золотой. Но нужно ладья. Появился неожиданно еще один ход кандидатам. Абсолютно. Спонтанно. Слаты есть ход ферзи в шесть. Ну. Мы хотим пойти ладья d1 после него. Ну, хотим ладья... Ну, с идеей ладью надо 8 закинуть с матом. Если он играет ферзь c7, тогда мы уже играем ладья e1. И получаем то же самое, но мы вынудили его пойти ладья ферзь c7. Код неудачный при ладья на e1. И после ферзь c4 получается та концовка, которую мы видели. С выигрышем ладьи. Да. Поэтому ферзь c7, видимо, не работает. Это значит, что мы одну идею выше будем у него. А ладья d1 хотим пойти по прежнему. Ну, я уверен, что это решение. Но надо проверить, конечно. Ферзь f6. Может быть, ферзь a2. Ну, хорошо. Ладья e1. Ладья d1. Даст можно уже и на e1, наверное. Наверное, лучше на e1, потому что после ферзи a1, король d2 мы не закрываем свою ладью. Ферзь f6, ферзь a2, ладья e1. Ну, там просто c3 еще в конце варианта все. Ферзь a1, король d2, ферзь a5, c3, ладья d4 и шах. А, ладья d4 и шах, ферзь будет d4. Угу. Тоже грудь. Ферзь f6, h5 еще есть код. Ферзь f6. Ну, наверное, на e6 выиграем. Ну да, теперь мы точно сели на эту пешку. Шах, шах. Ну да, много шахов, наверное, как-то выиграем. Да-да, вот это очень похоже на породу. Такой красивый маневр ладьями. У нее теперь нет у нее ресурсов ферзь a7. Да, но мы, с другой стороны, мы еще на один ход отложили предыдение ладьи где-то. Положительная сторона то, что мы много отрезали у ферзя, ферзь c7 теперь не работает и много хорошего. Плохое в том, что он, например, может попробовать сыграть против нашего короля. Ферзь a4. Ферзь a3. Ферзь a3. Ну, на b1 ничего нет. Ферзь a4. Да, но как бы... Не знаю. Идея в том, что, может, ферзь f8 там вернуться в защиту, но это, конечно, мало похоже на правду, потому что мы напали на ладье, а когда ладья уйдет, мы пойдем на ладья d1. И хотим вот сюда залезть. Да. Если мы пытаемся там всякие глупые жертвы, там ладья a4, то мы бьем эту ладью и на ферзь b4 мы ферзь на b2 закрываемся. Видимо, ферзь a4 не работает по этой причине. Никита, я думаю, пора идти в ферзь f6. Ну, мы недостаточно еще проверили. Мы смотрели 25 минут и ничего не видели, а теперь мы увидели потенциальное решение и 5 минут только смотрим. Отлично. Ты сколько предлагаешь посмотреть еще минут 20? Да. Нет, я хочу спать. Время 3 часа ночи. Ну ладно, ферзь f6, давай тогда ускоримся. Помогай мне. Ну. А с h5 мы еще не до конца разобрались. Ну, там же очень много шахов. Слон е6. От шахов еще никто не умирал пока. Хорошо. Слон е6, как играть? f e. Ну и взяли. Кого? Ну, пешку. Какую именно? Да. Там можно две пешки взять. Вот это. Мы получили здесь все-таки дим там. Да, златы не хватает. Да, златы не хватает. Когда он начнет ходить туда-сюда, как мы усиливаем позицию. Ну, ладья D1 или ладья E. Это просто целой ладьи не хватает. Ты уверен, что это что-то даем? Да. А я нет. Надо очень тщательно проверять. Мы закинем ладья D7. Именно E7. У нас D5 еще какие-то другие ходы кандидаты есть. Там ладья D1 какой-то ход. Ладья D1, HG, ладья D8. Спросил ферзя как RG7. Ладья D7. Тоже у вас, наверное, довольно большой перевес. Ну, я не уверен, что это хватает. У тебя есть какие-то другие разумные идеи в этой позиции, кроме ферзя F6? Если нет, то я пойду ферзя F6. Нету. Ферзя F6. Хорошо. Ага. Ну, если честно, ферзя F7 ожидалось. Ну, и теперь нам надо не перепутать и пойти ладья E1, а не ладья D1. Угу. На ладья E1 мы угрожаем вот сюда мат. И теперь нам надо взять и здесь, мы просто отходим сюда. Так, и если ферзь C6, я это видел, но не уточнял. На ферзь C6, видимо... Так, сейчас. Ферзь... Не-не-не. Там какой-то, я видел, перекрышку на E6 какая-нибудь была. Ну, стоп, можно же слоном перекрыться, слон E6. Да, но я вот это видел, но я сейчас... Или ладья E6? А ладья E6, к сожалению, ладья C2, он меняет вектор. Угу. То есть он может с той же идеей сначала ладья C2 пойти, а потом ферзь C6. На самом деле, но... Ладья E1, ферзь C6... Кирилл ты с нами? Да, да, да. Как-то тихо стал. Я думаю. Или сплю, я не могу понять. После ферзь C6 он не создает угрозы. Логично. Да. Да. Мы можем сделать очередной тихий ход. Ферзь C6. Ферзь C6. Ферзь C6. Ладья C2. Ну, шли на B1. А, там мат. Тогда ладья E6 тоже самое. Ладья C2. И как играть? Ну, я же говорю. Какой-то тихий ход, наверное, делать. Ну, C3. C3 он взял, мы закинули ладью, отошел, шах, он должен брать. Да это все понятно. Его никто не заставляет брать просто ходом C3, понимаешь? Ну, как его заставляют играть? Ну, он может любой ход сделать. И, может быть, эти ходы ничего не дают, но ты попробуй это докажи. Вот H5, например. Нет, что-то я сомневаюсь, что C3 медленные ходы помогают. Там H5 сильный ресурс, кстати. Надо же еще что искать. Увадия D1 мы. Увадия D1 мы отказались за Ферзь F4. Я думаю, что мы верно сделали, что отказались. Потому что Ферзь F4 держит, когда на F6 подбьет, он держит поле D8. А поле E8 он не держит в этом разнице. Понятно, что H5 правильно, но на F6 надо разобраться. Вот мне кажется, ты пойдешь на H1, но задача закончится. Да, но с F6 надо разобраться. То, что нам кажется, это ничего не означает. Задачи просто здесь будут зелененькие. А при чем здесь что-то с задачей будет? Мы же пытаемся что-то в шахматном плане доказать. Мне кажется, идея появилась после F6. Ферзь D8? Нет. Слон E6, FE, ладья D1. Он может дать все это не может. Он может дать шаг на C2. Кроль B1, Ферзь C6. Но все равно он E6, FE, ладья D1. Он может дать еще один шаг на B2, но после Кроль B2 у него нет шагов. Поэтому... Поэтому я ничего не вижу на него. Через E8 как-то, но ладья D8 все равно. У тебя есть возражение? Нет. У меня есть желание спать. Ладья D1 проверяем? Кто б сомневался, он пошел по пути наименьшего сопротивления абсолютно бездарным. Теперь мы выиграем фигуру в полтора хода. Да. Ладья E8? А нет. Ладья E8 нам шаг. Король B1 от того, что мы считали издалека. Теперь надо разобраться, почему король D1 не выигрывает. Ну, боже. А, ну там все просто. Тебе подняли. У тебя Т4, король E2, и он меняет ферзей. Мы не заходим над ее. Поэтому король B1 хоть единственный. Да, ну теперь шаг. Шаг. Поздравляю. 2525. Удачи было. Это... Это неплохо. Мы подпадали 20 пунктов. Мы добавили процент решения. 36 не так плохо. 22 попытки. В близко, конечно, никто не решил. Но ведь очень сильные люди решали. Поэтому такой процент. А что пишет любимица нашей публики? Ну, какие-то варианты длинные. Это король G7, ферзь E5. Сейчас. Вообще, мы, кстати, предыдущие две позиции не разобрали. Надо бы немножко здесь исправить эту ситуацию. Сейчас их быстро прочитаю. А, ну вот он ферзь C6 приводит. И он приводит C3, H5, ферзь E6. Но я думаю, что это не обязательно. Я думаю, что наш вариант работал. Да, я думаю, что наш вариант... Давай покажем все, что мы видели. Хорошо. Так. Как здесь доску открыть? Ты не помнишь? Не. Не. А, вот кажется так. Угу. Растяни так. Ну вот. Здесь мы очень долго не делали первый ход, хотя через 15 секунд стало понятно уже правильный ход ферзи E5. Угу. И то, куда мы с Кириллом смотрели с самого начала, это ход Lgd1. Ход Lgd1 не работает из-за одной и той же идеи, которая ломает нам все так. В большинстве вариантов это ход у ферзи C7. Если мы здесь действуем по аналогии, а именно ферзи F6, ферзи F4, шар, король B1, ферзь бьет F6, то после ладья D8 мы не выигрываем ладью, а он просто остается с ферзем и двумя личными ладьями. А если мы играем как-то просто на мату, а после H5 мату нет и у белых безнадежно. Ну или может быть не безнадежно, но игры на победу точно нет. Такая позиция, но и белые явно не выиграют. Может быть проиграют в итоге, потому что пешки на крыльском флаге могут быстро пробежать. Ну вот. Потом мы стали искать другие идеи. Слон E6. А, ну слон E6, ферзи C7 тоже держит позицию, да? Ну да, на F7 защищено. Да, то есть за счет такой геометрии черный все держит. Ферзь под боем, белое не успевает потом брать ладью, ну и там на какой-то ход вроде ферзи F6 просто взяли. И ферзи F7. И черный отбивает. Поэтому слон E6 не работает. Да. Ну B3 мы даже не дошли, но это бить слишком медленно, понятно. H4, как Кирилл предлагал, тоже слишком медленно. ладья D1 не работает, и в этом ход ладья E1 то, что мы смотрели довольно долго. Но, к сожалению, после ладья E1 к сожалению, после ладья E1 вот в этом лобовом варианте, то есть здесь после ферзи C7, ферзи F6 все сводится к тому, как мы выигрываем в партии. Но вот тут мы нашли какой-то странный ход ладья C6. И я не смог здесь найти продолжение достойного. Вот я сейчас смотрю на позиции и по-прежнему не вижу. У тебя есть какие-то идеи вот тут за белых? Дело в том, что черный таким способом просто прикрывают все поля. Ключевые поля F6 и все остальное. Белые могут съесть ладью, но получат мат в этом случае. Это не самое хорошее решение партии. Шахи ничего не дают. Слон D7 с попыткой выкроить ладью. Вот может быть ладья D1? Здесь ладья D1. А... Ферзи C7? Ферзи C6 нет, в этом все дело. Ферзи C8. Ферзи C7. А, ну да, я думаю мы заезжаем, успеваем у ладьи заехать надо 8. Во всех вариантах ладья не заходит на 7-ую. Кирилл правильно отметил, потому что ферз подбором после этого шаха. В общем поэтому ладья D1 видимо не работает. Хотя ладья D6 довольно тяжело было заметить. В общем мы долго здесь думали, ничего не могли найти. Потом какое-то случайное озарение о ферзи F6 и все довольно быстро срослось. В общем идея в том, что белые хотят получить то же самое со своей остановкой ходов. После ферзи C7 они заводят ладью на E1. И, ну тут ферзи F4 это явно путь наименьшего сопротивления. И вообще ферзи C7 видимо ход не самый удачный. Но если он играет ферзи C6, нам это казалось самым упорным. То вот тут вот выигрывает слон E6. Слон E6 выигрывает же, да? Перекрытие. Секунду. Да, слон E6 выигрывает. И после F1, такой красивый. Сначала белые на линию E. На линию E создали угрозы. И когда позиция поделилась, белые переключают основную магистраль атаки. И теперь ладья заходит на D8. Ну и тут видимо белые просто побеждают. Потому что ладья никак не может отсоверствовать этому мату. То есть надо держать это поле ферзем каким-то образом, ну любым. Предположим ферз B6. Ну короче ферзя скидывать надо. Да, белые забирают ферзя. Но беда в том, что ферзем не ограничится. То есть здесь шах. Шах. Одна пешка упала. Ну может быть шах еще один. Вторая пешка упала. Ну и у белых абсолютно выигран. Но может быть это было самым угодом все равно. Потому что в парте он с компьютера предложил отдать фигуру. Ну а после... Мы сейчас модель уход ферза 2. Ферза 2 не работает по причине ладья E1. Если шах, то король D2. Ферза 5 C3. И угроза маты на E8 неотразима. Обратите внимание, что во всех вариантах ладья не возвращается на восьмую. Из-за того, что поле бита. Ну понятно, что очевидно. Но на всякий случай скажу. Ну и еще одна была попытка от ферза A4. Но после ферза A4 Кирилл здесь указал B3. Наверное он прав. Кажется, что ничего тут нет. После ферза... Ну если какие попытки вечных шахов тут явно не работают. Потому что один ферз... Ну один ферз точно не заширкует. Можно даже не проверять. Поэтому ферза A3 король B1. Ладья куда-то ушла. Ну куда-то ушла, действительно. И ладья пошла на D1. Поле... То есть черные могут вернуть ферзя, но это никак не поможет. Ну мне кажется, что это все. Может я что-то забыл. Мы вам все указали. Да. Ну и самый главный вариант, который в партии случился. Что... После вот этого размена ферзей, из-за того, что ладья на D1. Мы получаем лишнюю фигуру. Но это уже обсуждалось миллиард раз. Я думаю, что все уже устали от этого варианта. Вообще уже все устали от этого ролика. Ну может быть и так. Кроме меня. Да. Всем спасибо за внимание. Да. С вами был Кирилл Широков, Никита Петров. Смотрите и решайте сложную тактику.